МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятай служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуе Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Как аграреры в области рыхтуются до початку поселной? Бюджетный экодом Соломы и Глины появился в Лельчицком районе. У ВЕЦы презентовали мясовую инициативу «Территория поспеху». Вышел как рыжим и мастацкое каванье. Оригинальные сполучения работ представили у Палаца Румянцевых и Паскевичев. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Беларусь различивает собрать сё лето не меньше 9 миллионов тонн сборжа. Передержавой стоит задача накормить не только свою краину, а и иметь ресурсы для экспорта. Поселную почнуть, как обычно, с полдневых регионов. На старт сельхозтехника по планах повинна выйти уже на наступном тыдне. Здавалося, прана не так давно краину накрыла великими гурбами. Але аграры прикмячают. Починать у гэтым годзе будуть навод поздней, чем гэты было у 2017. Зараз у сельгазпродприемствах заканчивается подрыхтовка до початку поселной. Рамонт, тыхагляд автопарка и отбор опошних парт и населения. Про то, как рыхтуются до сяубы у Гомельской области – наступный сюжет. Миллион 250 тысяч тонн уроджаю – стратегичная мета Гомельского района на наступный сезон. Аграры признаются, да поселной починают рыхтоваться, еще не скончавши уборочную кампанию. Основная увага – до техники. У цехах головной автокузни региона праца не спиняется. За сезон вот такая барана, працующая у земли, стачивается целиком. Тому такие запчастки – самые ходовые. Их запас зроблены во всех районных агросервисах, как бы в выпадку пошкоджения оперативно выработать замену. У лидерах серед видеополомок знос подшипников. Их так само обновляють. У целом другое житё уже отримало 93% техники региона. Те 2000 сельгазмашин. Капитального ремонта требовало порядка, если брать к весеннеполевым работам, то порядка 250 тракторов. В основном это энергонасыщенные. И порядка такого же количества – это машин по подготовке почвы и посеву зерновых. На всех этапах поселной в регионе будут заденечены 2 с лишним тысячи машин. Это прикладная половая, а до всего автопарка в области. До речи, в этом году он прирос на 40 энергонасыщенных тракторов. Яна уже в господарках. Чекают команды. До конца соковика до их у помощники поставить еще 82 одинки. Рыхтуют технику, рыхтуют и зерни. Подрыхтовка населенного фонду завершается. У засеки заклали амаль 63 тысячи тонн. И это первое заходит по требу посевной компании. Вообще снега достаточно? Снега, да. Достаточно. Влага будет. По этому году по зиму брали монолиты. Довольно неплохие показатели не показывают. Жизнь есть в них. Звышь задача агрария вывести технику в поле 15-го соковика. Термены огуршивают твердо. Но все же додают. Головный фактор в этой справе – на дворе. За им, звичайно, застается опошнее слово. Ганна Ковалева, Марина Джалая, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Экотехнология сегодня у приоритете у многих краинах Европы. Их это зрозумело. Сирот плюсов – минимальные выдатки, короткий термін узведения и нулявая шкода природе. Идеи экобудовництва развиваются и в Беларуси. Есть даже энтузиасты, которые готовы и будовать, и жить в экодоме. Так хлопец Мазера узвел у везцы супербюджетный дом с соломой и глиной и стал популярным видеоблогером. В перспективе планую изнасти однодумцев и засновать целую везку хоббитов для экотуризма. Вот моя веранда, где вечерами на закате, получается, там у нас запад. Здесь часто сижу, пью чай, наблюдаю за закатом. Яуген Раевский с устрока и каля порога. Его дом присадистый без кутов и с круглыми акенцами. На звычайную вязковую хату неподобный з выгляду хучей домик хоббита. Узвел его своими руками по экотехнологиях. Площа 42 квадратные метры. Пеш складанной конструкции. Одной протопки у день до статкова кап было до плюс 25. У таких умовах Яуген прожил зиму. Десятитонный земляный дах с легкостью вытры маузавеи и снегопады. Рызыки обвалу няма. Крок вымают особливое мацавание. В агодаху размерковывается равномерно. Проект господарств варил сам. Все началось с похода в горы. Когда поехали в горы с товарищем, увидели всю эту действенную природу, красоту. Я, поскольку прожил все время в городе, этого ни разу не видел. Первый раз увидел, можно сказать, небо без засветки городской. Когда я увидел такие дома, такое строительство и природу такую действенную, я сказал все внутренности, что я это хочу. Почалось все 8 годов тому. В особи тидеюта помогла будовничая адвокация. Многие экотехнологии освоивали самостоинное место с находжения дома Хоббита амаль за 400 километров от столицы в Лельчицком районе. Мобильная совесть тут не ловить. Увез цеживее 6 человек. У основным состарелые. Молодому суседу тут рады. Зауседу есть до кого звернуться под опамогу. Соседы хорошие. И нам веселее. Что нам надо он поможет. Мы же тут одни живем. Дочень нет. Вот антенна взломалась он пришел построил телевизор там он пришел построил. С первого дня будовництва Яуген завел блог. Зараз у подписчиках 13 тысяч человек с Беларуси, России, Украины, СНД и Европы. Господар дома Хоббита стал вядомый. Усю частей отрымливая запрошение на замежные фестивали и будовли. Побывал в Молдове и Греции. За неординарным хобби стоит и бизнес-идея створить целую везку хоббитов и принимать отпочивающих. Ганна Ковалева, Олеся Рудянкова при поддержке агентства Телиновин. На Гомельщине распространялись профилактические мероприемства по попереджению гибели рыбы в водоемах. Ихтиофауна региона сегодня представлена 48 видами рыб, широк из которых включены в «Червоную книгу» в Беларуси. С принимаемыми мерами ознайомилися наши корреспонденты. Сегодня все навыковые выдания замор рыбы трактуются однолькова. Это экологичное бедство. Причины з'явы добрые лядомы. Зимой водоемы и водоцеки покрываются толстым пластом леду, что спыняет доступ до воды атмосферного поветра. Увы, не курызка снижается утроманье кислороду. На Гомельщине замор наззирается на всех водоемах, где нема тячения. По всем инспекциям Гомельской области дана команда с тем, чтобы они провели свои контрольные мероприятия во всех районах и определились, везде ли ведутся мероприятия по предупреждению заморов. В ответственности с законом Республики Беларусь об жиловом свете державные органы и арендаторы обовязаны примать меры по обороне диких живел, которые опынулись в надзвучайных ситуациях. Мер, которые позволяют продухилить гибель рыбы, некальки. По-перше, выразение у людей майн с их наступным укрытием соломой и чаротом. Это позволяет на полный час продухилить замерзание. Еще один способ даже более эффективный обогачение воды кислородом с допомогой помп. На выдаеме площадь 5 гектаров такой способ позволяет полностью вырошить проблему примерно за 6 годин. Мы на своих арендованных участках постоянно орошаем воду, чтобы не было придухи. И если что, узнаем где-то в городе или рядом где-то в водоемах может быть угроза придухи, охрана природы сообщает, и мы все вместе едем туда помогать. Сегодня областным комитетом природных ресурсов выбрали около 40 водоемов, где каждый тыдень проводится мониторинг утримания кислородом. Пакуль в среднем его уровне примерно в полтора раза превышает критичный, но этот показатель начинает снижаться. Согласно с прогнозами экологов, лед на озерах будет находиться еще как минимум два тыдни, в связи с чем ситуация может погоршиться. У вынику незвычайных обставинов на допомогу плануется протягнуть мясовые организации, а так само часово адменить действующие правила лову рыбы. Будут привлечены как и общественная организация БОР, арендаторы рыболовных угодов, непосредственно арендующих данные водообъекты, либо с прилегающей территории. И в конце концов, в случае действительно невозможности принять еще мер, будут уже приняты тотальные меры по вылову рыбы, по снятию нормы ограничений на вылов рыбы и по тотальному облову данного водоема, чтобы как-то экономических целях данную рыбу использовать. Ключным этапом стал концерт организованный удельниками объединений по интересах Ветковского центра народной творчести и выставы декоративной творчести. Местовая инициатива «Территория поспеху» накирована на предоставление принципово новых послуг насильниству у сферы вольного часа. С этой метой были сформированы новые объединения по интересах, добро парадкованы помешкания для занятков, а так само проведены навычальные выездные семинары. Реализация инициативы житявлялась с вересня минулого года. За это время нам удалось приобрести музыкальную аппаратуру, световую аппаратуру, ткани для пошива костюмов. Волонтеры своими силами пошили костюмы для танцевальных коллективов. Также материалы для декоративно-прикладного творчества, некоторые виды мебели. То есть мы очень рады такой помощи и поддержки со стороны ПРООН. В Гомеле с 8-м соковика повеншавали шановных женщин поважанного взрослого, которые на ровне с мужчинами перенесли не годы войны. Так шмат гостей завитало до былых вязней немецкого концлагера сестер Анастасии Лашкевич и Татьяны Концовой. Долучились до урочистостей и наши корреспонденты. Великая чинная война принесла не только перемогу надворгам, а и шмат ликой разбуренне. Особливо тяжкой пришлось одеть, которые были позбавлены оденне и ежи. Малые працевали на ровне с дорослыми. Великую силу прикладывали девчинки, которые росли и стали гоноровыми женщинами. До початку войны семья Анастасии и Татьяны жила в везце Волосовичи. Потом их тяжарную мать и пятерых детей разом с иншими жахарами везки у товарных вагонах отправили у немецкий концлагер. Однако, не глядяши на все тяжкости и жахи войны, семья смогла выжить и вернуться до дому после вызволения советскими войсками. У нас в семье на 8 марта никто не отмечал, потому что не было с чего. У школы правда собирались учителя, поздравляли по классам. А так очень бедно после войны жили. Сейчас поздравляю очень хорошо, очень хорошо. За нами смотрят, уважают, очень внимательны. Гэтые женщины сдолили не только одновить краину, але и подарить ей новое поколение детей. Зараз Татьяне 80 годов, а ее сестры Анастасии 85. Своим житем они задоволены, а дрянное стараются не узгадывать. У кожный свой дом и великий огород. Тому головное, про что они здоровье. Чего им и пожадали простовники волонтерского отрада открытые сердца открытого акционерного товарыства Гомсельмаш, администрации Чигуношного района Гомеля и Хоразгох и Громадского обеднания Дети Войны. Я от всей души вас всех дорогие милые женщины, мамы, дочери, бабушки, здоровья, здоровья и еще раз говорю, здоровья это самое дорогое, что у человека есть. Ну и конечно удачи, благополучия в каждой семье, любви, надежных друзей и надежного тыла. Гости с ардой, что повеншевали женщин с весновым святом, уручили им кветки и подарунки. Пожадали уваги близких, мирного неба над головой и долгих годов життя. У свою чаргу сестры выказали великую удячность за уважливость. Ганна Коральчук, Александр Лупиненко, Василь Осипцов, телерадо-компания Гомель. На первой дне международного жанучного дня в акционерном товаристве «Мелковито» выбрали самую пригожую супрацовницу. Отбор конкурсантов начался еще улютым, а до финала сдолило дойти 12 претенденток. Как проходило с поборництва на шпильках, ведая Ганна Коральчук. Конкурс пригожосте удал маркетинговый ход, який умело використовують многие предприемства. Так, уже восьмый год в открытом акционерном товаристве «Мелковито» доказывают, что на предприемстве працуют не только профессионалы своей справы, а и незвычайно привабные девчины. Конкурс «Месь Мелковито» можно назвать не только одним из самых пригожих, а и самым смачным. Вгодно с умовами, каждая удельница должна была уразить своим кулинарным мастерством, приготовить страву с продукцией своего предприемства. Сирот конкурсных заданий у Солита заявилася и еще одно, так само, связанное с местом працы девчин. Завод празднует 35-летие, поэтому мы не могли обойти вниманием и этот момент, и поэтому мы включили специальную номинацию, девочки писали стихотворения, посвящали эти стихотворения своему родному заводу, своему предприятию. И одна из номинаций «Мисс Артистизм», которая будет именно оценивать вот эти вот их стихотворения, посвященные «Мелковито». Тема-то как конкурсов в этом году «Ты – просто космос». Тому и каждый выход у дельниц был присвячен космичной теме, например, «Пятый элемент» и «Космомилк». За час своего иснования конкурс «Мисс Мелковито» пройшел шляха до матерского до практично-профессийного. Конкурсанты крыхтовали профессионалы с салонов моды и косметики, а за степлый час они повинны были освоить мастерство дефилей и хореографию. До речи, администрация акционерного товариства кажут, которые взялчины удельничают в конкурсе не в первый раз. Усподзевание все-таки завоевать жюри и отримать заповедную корону. Красивая, спортивная, любить свою работу, любить свое предприятие. Я очень хочу победить, очень хочу, очень надеюсь, что я покажу себя достойно на данном мероприятии, что буду лучше, чем в прошлом году и жюри это оценят. Хранительница дома, очага, создатель, скажем так, нашего доблестного коллектива, одна из наших, ну и тот человек, который нуждается все-таки мужской защитой и во всем остальном. Что касается красавицы, они просто все красавицы, ну все женщины красивые. У нас других нет. У нас только хорошие работники, потому что нехорошие у нас не работают. Кабузногороды достались от каждой отделницы, организаторы предугледили 12 номинаций. До речи, в склад жюри выходили только мужчины, и они и обрали головных пригожень предприемства. Другой вице-мисс стала Мария Филипова, специалист по продажах. Первый вице-мисс гандлевый агент Наталья Гром. Гоноровый титул «Мисс Милковита-2018» у контролера КПП Деяни Воробьевой. Ганна Кральчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Палаца Румянцевых и Паскевичев открылась выстава «Йон, яна и весна». Экспозиция объединяла два, здавалось бы, кардинально разные по своим выполнению видов творчества, которые выразно демонстрируют Жаночий и мужчинский початок. Свои оригинальные авторские работы представили майстер у технице вышилки к рыжам Валентина Игнатенко и майстер по мостатским каванне у Владислава Литвинову. На вышитых полотнах застыли городские пейзажи с их неполторной архитектурой, портреты людей и выявы живел, репродукции картин с усветновядомых мостаков. Яны выконаны Валентина Игнатенко с душой и несуть особливый энергетичный зарад. Работы майстра кавальской справы у Владислава Литвинова так само оригинальные и неполторные. На выставе можно убачить выточенные кованые кветки с крыху распущенными пиалестками, мотылька, який сдается вось-вось взлететь, собаку с разумными вошима. Разглядающие продоставленные уникальные объекты с железа с тяжкостью верится, что колись сияны были только звычайной грудой металлу. Это мой подарок к 8 марту нашим женщинам города Гомеля и всей Беларуси, чтобы они могли насладиться красивой природой, которая закована в металл. Жизнь влияет красивых вещей. Разжег горн, отпустил фантазию, ну и дальше, как говорится, из-под молотка начинают выползать или там всякие улиточки, или бабочки, или листики, или там деревья. И вот как-то так вот само собой складывается. Геты и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomель.by На геттем випуск завершен. Всего доброго и до встречи у эфира. Субтитры создавал DimaTorzok